Приемка самого популярного центрального пляжа под Октябрьским мостом пройдет 6 июня. Пробы воды и песка санитарные врачи еще не брали и разрешение не выдавали. Однако это не останавливает любителей охладиться. В воду заходят не только взрослые, но и дети. И такая ситуация на всех водоемах. Репортаж Анны Кондратенко. Только солнечные ванны. Мы в России не купаемся. Если девушки заходить в воду не рискуют, то для Сергея Пронюшкина короткое погружение – постоянный ритуал. Это полезно для здоровья, решил мужчина. Надо окунуться секунд 15, 17, 20 и выходить. И ничего страшного не будет. Только организм мой взбодрите. Сосуды все сократятся, потом расширятся. Это будет хорошо. Все бляшки, которые в сосудах находятся, отстанутся. Между тем, повторять такой трюк врачи не советуют. Для незакаленного организма температура воды 10-12 градусов как минимум может вызвать переохлаждение. Детей рекомендуют купать только при температуре воды от 25 градусов. Но суровые сибиряки разрушают медицинские догмы с детства. Я захожу туда и в воду, и выхожу. Где с ребенком еще отдыхать? Где-то должен плескаться, энергию куда-то надо деть. Приемку центрального пляжа, что под Октябрьским мостом, проведут только 6 июня. Здесь еще не брали пробы воды и песка и не выдавали официального разрешения специалисты Роспотребнадзора и МЧС. На данный момент купаться нельзя. У нас не дежурит матрос-спасатель на данный момент. У нас выставлен аншлаг, что купание запрещено. То есть мы осведомли людей, что купание запрещено, предупредили. А право выбора остается за людьми. А это самый опасный пляж Новосибирска. Который год юго-западный котлован возглавляет черный список. В этом году первый трагический случай здесь произошел рекордно рано. 21 мая утонул молодой человек. Нередко под воду уходят дети. А вот ваши дети купаются в котловане без присмотра. Это нормально, вы считаете? Ну что поделаешь. Они далеко у нас не заходят, они слушаются. Пока дети сами по себе, взрослые спешат принять на грудь. Для юго-западного котлована такое поведение уже давно норма. Неудивительно, что этот несанкционированный пляж номер один в городе по количеству погибших. Я всегда навеселее. Я же на пляжку валяюсь. Праздник какой-то отмечаете, наверное? Всегда. Отпуск. Постоянные посетители пляжа, видимо, как принято у русских, надеются на авось или на спасателей. Они, правда, здесь работают на добровольных началах. Анна Кондратенко, Олег Макаров. Новосибирские новости.